Привет! Вы на канале FastAPI Channel. Меня зовут Михаил, и это первый урок из курса по FastAPI. У меня создан проект и настроено виртуальное окружение. Давайте теперь установим FastAPI. В консоли пишем pip install fastAPI. Данный фреймворк основан на фреймворке Starlet, поэтому мы видим его в зависимости. Также для сериализации данных используются PyDanti, также мы его видим в зависимости. Нам потребуется веб-сервер, и мы будем с вами использовать UVCorn. Давайте также его установим. UVCorn подтягивает нужный ему для работы зависимости, пока подробнее мы их не будем рассматривать. Теперь в нашем проекте создадим новый файл бетон. Назовем его main. И здесь мы с вами должны импортировать наш FastAPI. Импортируем из FastAPI в FastAPI. Далее давайте создадим объект нашего приложения от FastAPI. Таким образом мы теперь можем использовать наш объект app для работы. И давайте напишем первую функцию для нашего приложения. Создаем функцию. Назовем ее home. Она ничего у нас не будет принимать. Мы будем с вами возвращать словарь, состоящий из ключа key и значения hello. Для того, чтобы указать URL, нашу функцию нужно обернуть в декоратор. Для этого пишем собака. App. Пишем нужный нам HTTP метод. В нашем случае это get. Ставим скобки и в кавычках указываем адрес. Поставим слэш, наша главная страница. Теперь давайте запустим сервер. Открываем terminal. И пишем uvcorn. Наш файл main. App. Таким образом мы запустим с вами наш веб-сервер, который поднимет наше приложение на FastAPI. Для того, чтобы у нас работала автоперезагрузка, когда мы будем менять код, мы можем прописать нужный нам аргумент. Пишем 2-reload. Нажимаем Enter. И видим, что наш сервер был запущен по адресу 127.0.0.1.8000. Для того, чтобы его выключить, нужно нажать Ctrl-C. И также у нас выводится служебная информация. Давайте перейдем по данному адресу. И видим информацию, которую мы с вами возвращаем. Давайте теперь перейдем на документацию, которую автоматически генерирует FastAPI. Для этого после нашего домена ставим слэш. Пишем Docs. И попадаем на документацию Swagger, где мы видим один URL, имя у него Home. И здесь у нас описывается, что по данному URL мы можем с вами выполнять. также если мы нажмем на Try it out и нажмем на Execute, мы увидим то, какой запрос у нас уходит на сервер, по какому адресу, ответ, который мы получили от сервера и заголовки, которые мы также получили от сервера. Таким образом у нас строится автоматическая документация для нашего PPI. Также мы можем использовать альтернативную версию документации. Вместо Docs мы можем написать Redoc. и попасть на автогенерацию от Redoc. Таким образом мы также видим запрос, который мы отправляем, статус ответа, который должен быть, content type и значения, которые могут к нам возвращаться. Вернемся в проект. Посмотрим консоль. И здесь мы видим, как uvcorn выводит информацию о том, какие запросы по какому адресу были отправлены. Какой использовался http метод. Какой это адрес. Далее версия http протокола и статус ответа сервера. Нажимаем Ctrl C. Выключаем наш сервер. Также мы можем указать на каком порту мы хотим запускать наш сервер. Для этого мы можем поставить после reload 2-порт и указать номер порта. К примеру 880. И таким образом мы с вами запустим сервер на другом порту. На этом урок закончен. Подписывайся на канал и ставь палец вверх. Будут вопросы пиши в комментариях или в нашей группе Telegram. Ссылка в описании. До встречи.